Добрый день! Мы находимся на площадке Лочной город. За моей спиной находится коллекция сортов картофеля. На коллекции сортов мы применяли 4 различные схемы защиты от сорняков и сегодня 28 день с момента последней обработки. Мы находимся на одном из вариантов. Здесь применяю стандартную схему защиты от сорняков. В частности боксер 3 литра на гектар плюс гизогат 2 литра на гектар до всходов картофеля. И далее по 10 сантиметровому картофелю боксер 2 литра на гектар плюс римсульфурон дозировки 25 грамм на гектар. Данная схема защиты проявилась с хорошей стороны. Сорняков практически не осталось. Картофель чистый и готов дать хороший урожай. За моей спиной другой вариант защиты картофеля от сорняков здесь применялась немного другая схема защиты. В первую обработку было 2 литра боксера плюс 2 литра гизогарда. Вторая обработка 1,5 литра боксера плюс 20 грамм римсульфурона. И третья обработка 1,5 литра боксера плюс 20 грамм римсульфурона. То есть здесь было на одну обработку больше. Хотя общее количество боксера и гизогарда совпадает с первым вариантом. Данный вариант отлично привел себя в плане эффективности в защите от сорняков. Сорняков на данном варианте практически полностью не встречается. Огрехов нет. В принципе картофель весь чистый и готов дать хороший урожай. На коллекции сортов мы испытывали и другие схемы защиты от сорняков, которые не включают в себя препараты компании Сингенты. Что ж, давайте посмотрим на отличия. Мы находимся на варианте защиты компании Сингенты. Вариант, который включил в себя три обработки. И пересекаем границу между вариантами. И заходим на территорию варианта, где не применялись герпициды компании Сингенты. Как мы видим, этот вариант значительно уступает в эффективности вариантам компании Сингенты. Поле в данном участке заросло осотом, который уже по высоте сильно превосходит картофель. И в данном случае, конечно же, это сильно скажется и на урожайности. На коллекции сортов у нас есть еще один вариант защиты картофеля от сорняков, который также не включает в себя препараты компании Сингенты. Данный вариант оказался немного эффективнее предыдущего варианта. Но, к сожалению, хоть этим препаратам и удалось придавить осот на начальной стадии развития, но в дальнейшем он снова начал расти и уже также перерастает растение картофеля. Конечно же, не в таком количестве, как на предыдущем варианте, но все же это также скажется на урожайности. Нельзя сказать, что эффективности по сорнякам на вариантах, где не применялась препарата компании Сингенты, отсутствует полностью, потому что нам есть чем сравнить. И мы имеем вот такой прекрасный контроль, в котором сорняки чувствуют себя великолепно. Кроме осоты, здесь есть марь, щерица и послен. Эффективность защиты от сорняков с применением препаратов компании Сингенты оказалась выше, чем на других вариантах. Поэтому смело применяйте наши препараты в борьбе с сорняками на ваших полях.